всем добрый день меня зовут скрундик евгений я являюсь руководителем отдела сервиса компания полный агро хотим сделать кратенький обзор по поводу зимнего ремонта постановки на хранение прибывшего к нам кроме уборочного комбайна от наших партнеров bigx 770 на сегодняшний момент у нас данным партнерам есть уже практика в зимний приют они нам предоставляют данную машину мы делаем ее текущие где-то капитальный ремонт обращаем на все нюансы так как машина находится у клиента в аренде вот и они этот опыт уже ощутили что зимний ремонт позволяет плодотворно качественно отработать весь сезон и на заготовки сенажа и на заготовки силоса также хочу вам представить сегодня нашего докладчика эксперта по кормо-уборочным самоходным машинам бидикс сергея плужникова он более детально расскажет и покажет на что обращаем внимание как происходит наша дефектовка в чем она заключается еще начинается добрый день с данной машины был демонтирован питающий аппарат демонтирован измельчающий агрегат для того чтобы удалить остатки растительной массы данный аппарат измельчающий и питающий были осмотрены продефектованы и разобран для дальнейшего ремонта после того как мы удалили измельчающий аппарат открывается доступ к ускорителю выброса потоку из наш потоку кормовой массы мы можем произвести детальный осмотр потока кормовой массы изнашиваемые щитки которые подвержены сильному износу благодаря лучшему доступу у нас открывается открылся доступ к ускорителю выброса благодаря этому можем проверить состояние подшипников слева и справа состояние шкивов состояние приводного ремня также здесь могут удалены быть остатки растительной массы с ниш которые недоступны когда установлен измельчающий аппарат также был произведен осмотр кабельных жгутов разъемов соединений состояние гидравлических компонентов на данной машине имеются неисправность электрооборудования данную неисправность мы будем исправнять с помощью диагностического оборудования крон диагностик с помощью данного оборудования мы можем сделать диагностику электрооборудования не только машины но и двигатели липхер также продиагностирует топливную систему на данной машине мы будем производить следующий раз произвели следующие работы демонтировали питающий аппарат для его осмотра и частичной разборки дефектовки демонтировали измельчающий аппарат для его полной разборки для замены измельчающего измельчающего барабана для замены подшипников и уплотнений а также демонтировали конкрекер для его визуального осмотра состояние вальцов подшипников, а также его очистки. Данные узлы необходимо всегда демонтировать для того, чтобы их тщательным образом очистить от остатков растительной массы и для более детального осмотра. На питающем аппарате на что следует обратить внимание? После того, как мы его очистили, вымыли, необходимо, конечно же, произвести его обдувку, затем подключить централизованную систему смазки и смазка выдавит из наших подшипников оставшуюся влагу. Данную процедуру необходимо сделать также и с измельчающим аппаратом и с конкрекером. На что следует обратить внимание на питающем аппарате? Этот узел самонагруженный, так как через него проходит основной поток массы. Здесь происходит подпрессовывание и подача к измельчающему аппарату. Поэтому наши вальцы, они всегда находятся в движении, всегда они под натяжением пружин, поэтому они всегда поддаются большому износу. Значит, визуально мы можем посмотреть, есть ли у нас повреждения вальцов. Да, вот мы видим, проходили какие-то у нас инородные предметы, камни, может еще что-то и повредило вот эти наши планки. Вот, также видим повреждения на нижнем вальце. Вот эти попадания инородных предметов, да, может выводить из строя наши подшипники. Поэтому мы проверяем нашим специальным инструментом наличие люфтов в наших подшипниках. Проверяем нижнюю вальцевую группу и верхнюю вальцевую группу. Так как в прошлом году на этой машине производились нами работы по ремонту и замене подшипников и изнашиваемых деталей, в этом году данный узел выглядит в идеальном состоянии. На нем будет произведен ремонт редуктора привода нижней вальцевой группы. И на этом, наверное, работы и будут завершены. Так как работы производятся своевременно, то есть меняются только подшипники, уплотнения, клиент не доводит до разрушения подшипника и, соответственно, износа флянцев, приводных валов, то этот узел работает более стабильно, более надежно. И в сезон он уже не требует к этому особого внимания. При ремонте питающего аппарата необходимо обратить также внимание на состояние очистки гладкого вальца. У нас есть изношенная кромка. Если она уже износилась полностью, то чистик гладкого вальца меняется. Недолжное состояние чистика гладкого вальца может привести к возгоранию на данной машине при уборке сухой массы. Если повреждения вальца значительные, то вальцы необходимо заменить. Если они имеют вот такие повреждения, то этот валец еще поработает. На данный валец мы установим защитные планки, которые будут предотвращать его повреждения. Планки будут установлены, и они дадут большую жесткость этому вальцу. Демонтировав измельчающий аппарат, на машине за измельчающим аппаратом всегда остается очень много растительной массы. Поэтому необходимо демонтировать с машины. Этого же также требует инструкция по эксплуатации от завода-изготовителя. Демонтировав измельчающий аппарат, мы видим, сколько остатков растительной массы остается внутри. После демонтажа аппарата измельчающего барабана мы можем увидеть износ на стенках. Можем проверить состояние щитков, ну и самой рамы. В демонтаже измельчающего аппарата мы также обращаем внимание на состояние кабельных жгутов, электрических соединений, чтобы здесь не было влаги, чтобы здесь был хороший контакт. Также проверяем нашу централизованную систему смазки, чтобы она работала. У нас имеется здесь распределитель, который подает систему ко всем подшипникам, втулкам, пальцам и производит смазку. Поэтому необходимо всегда соблюдать чистоту и порядок при подключении либо отключении данного устройства. Демонтировав измельчающий аппарат, у нас открывается доступ к заточному устройству. Мы можем проверить состояние наличия люфтов, неких повреждений. Также можем здесь произвести замену точильного камня, что более доступно и облегчает эту работу. Демонтировав зернодробилку, конкрекер наш, производим его визуальный осмотр. После того, как мы его очистили, должны очистить, вымыть, здесь необходимо также произвести удаление влаги. Это можно сделать сжатым воздухом. Затем подключить централизованную систему смазки. Вот эту влагу, которая могла зайти в наш узел подшипниковый, эта влага выдавится централизованной системой смазки. Как мы видим, после того, как конкрекер был очищен и удалена вся влага, все равно остатки растительной массы остаются. И поэтому необходимо сделать его частичную, либо полную разборку, для того, чтобы удалить вот эти все остатки. Без этого невозможно очистить конкрекер идеально. Остатки растительной массы с влагой, которая остается там, будут приводить к тому, что наши вальцы нашего конкрекера будут ржаветь и, соответственно, преждевременный будет износ. То же самое будет происходить с нашими подшипниками. Если не производить очистку зернодоробилки, оставлять все так на машине, как практикуют некоторые клиенты, значит, у нас имеется здесь устройство, которое регулирует зазор. И вот эта влага, которая заходит, или остается после уборки кукурузы, она остается здесь, и все это начинает закисать. Затем, когда в сезон вы навешиваете данное устройство на машину, у вас начинается проблема, у вас не регулируется зазор. У вас не дробится зерно. Вы машину эксплуатируете с перегрузкой, так как вы либо у вас зернодробилка, либо зазор минимальный, либо максимальный. Вы не можете идеально отрегулировать зазор. Поэтому данные работы мы и производим. Необходимо обратить на состояние также наличие остатки растительной массы на шкивах приводных. Вот эта масса, которая осталась, она может приводить и к незначительной вибрации. Вот. Соответственно, из-за дисбаланса, который может появиться, подшипник и узел выйдет быстрее из строя, нежели когда здесь будет все чисто. Для выполнения работ по демонтажу измельчающего аппарата и питающего аппарата, заводным изготовителям были предоставлены нам данные устройства, которые мы теперь можем использовать для выполнения данных работ. Данное устройство используется уже на новых машинах, нового типа. Также оно подходит для машин старого типа. Субтитры создавал DimaTorzok